мое почтение я александр михельсон и сегодня на тест-драйве новое четвертое поколение корейского бизнес-седана kia optima безусловно главный и грозный конкурент у optima это конечно же японская toyota camry и пока ситуация складывается не в пользу корейского автомобиля в прошлом году camry была продана тиражом 30 тысяч экземпляров optima же продали всего три тысячи сто штук но все мы прекрасно знаем на примере kia rio или того же hyundai solaris как могут корейцы стремительно занимать сегменты автомобильного рынка думаю что с помощью нового поколения optima продажи все же несмотря на кризис увеличатся модель позиционируется как новое поколение хотя как видите изменения не концептуальные внешне автомобиль как минимум узнаваем длина изменилась всего на один сантиметр или еще один габаритный размер объем багажника увеличился всего на 5 литров основные изменения все же внутри что же касается дизайна это мое субъективное мнение то смотрится новая optima впрочем как и предыдущее поколение здорово достаточная доля спорта и агрессии при этом автомобиль выглядит солидным в салоне как габариты так и дизайн тоже поменялись незначительно вот здесь довольно большой монитор но явно предусмотрено увеличение данного монитора видимо которое произойдет в момент рестайлинга приятные но не шикарные материалы отделки мягкий пластик такой алюминий который немножко с дымком очень симпатично выглядящий и немножко совсем немножко лакированных деталей которые мне искренне не нравятся но здесь они смотрятся вполне уместно из электронных современных прелестей здесь например есть беспроводная зарядка для телефона ну а в нашем случае это версия джетти руль как у спортивных моделей вот здесь плоский большой большой очень люк вверху красная прошивка на коже на сидениях вот здесь на селекторе автомата и естественно шильдик джетти на руле именно такой автомобиль мы будем снимать на ходу теперь покажу вам как выглядят задние сидения автомобиля бизнес-сегмент подразумевает перевозку на именно этих задних сидениях всяческих начальников больших и маленьких но в данном случае нас интересует не статус а реальные габариты физические габариты человека так вот при росте метр восемьдесят пять я нахожусь вот смотрите совершенно в комфортном состоянии от коленок до спинок переднего сидения как минимум 10 сантиметров и очень удобно отформовано само сидение правда рассчитано она очевидно на двух человек вот здесь по центру будет сидеть прямо скажем неудобно зато и здесь и здесь действительно удобно даже есть хорошая боковая поддержка теперь киа оптима на ходу под капотом двигатель 2 и 4 литра мощностью 188 лошадиных сил мотор бензиновый переводим рычаг 6 ступенчатого автомата в положение драйв и поехали первое впечатление не ходовое а бытовое это улучшенная шумоизоляция в сравнении с предыдущим поколением акустический комфорт явно добавлены теперь оптима по этому показателю готова соперничать с лучшими представителями бизнес сегмента в данном случае корейцы следуют японскому опыту или японской традиции дело в том что даже на премиальных седанах lexus всегда хуже всего шумоизолированы колесные арки нища если на немцах на пятерке бмв на е-классе шумоизоляция какая-то такая ровная по всему кузову то у японцев всегда проблема с шумоизоляцией арок здесь тоже самое со сторон слева справа сверху шумов вообще никаких не приходит и основная часть шумов приходит именно от дороги но еще раз подчеркиваю на очень высоком классовом уровне здесь акустический комфорт второе впечатление это более собранная подвеска и более точный руль те кто ездил на предыдущей оптиме ощутят эти изменения очевидно и теперь по данным параметрам автомобиль становится тоже очень похож на лидера сегмента на камри камри помните по которую в народе называли бегемот была такая очень хрустящая и не собранная жесткой при этом какая-то валкая а вот в нынешнем поколении камри ведет себя совсем по-другому уже в сторону немецкого автопрома плотней собране но с известной долей комфорта так вот по настройке подвески новая оптима очень похоже именно на камри что логично это главный конкурент также как у большинства конкурентов на руле нет четкого ноля вот видите люфт есть небольшой но он есть я делаю вот такие движения рулем машина продолжает ехать прямо и если амплитуду увеличить только тогда начинаются рыскания по дороге и еще один момент который меня ну не то что насторожил это тоже нормально для этого ценового сегмента это повторение подвеской ощущение в салоне мелких неровностей таких средних вот стыков всяческих на дороге на высокой скорости они почти уходят когда вы едете в районе 60-80 они начинают проявляться они приходят в салон а на скоростях меньше и когда я мы больше подвеска наоборот себя ведет здорово она она очень энергоемкая и пробоев на кузов не происходит практически вообще ну чтобы пробой ощутимый был на кузов здесь уже нужно постараться и влететь в какой-то такой серьезную глобальную яму поэтому для города я считаю эту настройку подвески удачной и логичной оптима не особенно любит высокие скорости на больших скоростях по асфальту она начинает немножко передней осью рыскать но нужно понимать я говорю о таких пиковых скоростях когда вы на высокой скорости входите в какой-нибудь может быть пологий поворот такой снос передней оси уже ощущается но здесь резина всесезонка а я еду по асфальту я думаю если переобуть автомобиль в летнюю автостраду то ощущения эти немножко поменяются они будут менее очевидными вот сейчас входим на почти 100 километров в пологий поворот и вот такое знаете чуть-чуть чуть-чуть снос уже ощущаются если дожать или сделать более резкое движение рулем то снос этот начнется но это это не спортивный автомобиль в конце концов и задача этого автомобиля все-таки доставить максимум комфорта безопасности владельцу это ведь бизнес-класс в конце концов так что все все логично и правильно но сейчас специально выехал на трассу чтобы продемонстрировать вам динамику двигателя мощностью 188 лошадиных сил у меня нет точных приборов для измерения скорости там от 0 до 100 скажем поэтому я все-таки буду скорее на свои субъективные впечатления операции вот с 80 километров в час это наверное важнее да мало кто будет на таких автомобилях ставить рекорды скорости а вот обогнать какую-нибудь чадящую впереди фуру эта задача всегда актуальна и так вот выглядит это примерно следующим образом с 80 километров в час резкий пол и вот он разгон идет специально делаю паузу можно будет засечь и вот 140 километров в час 140 километров в час я скажу так разгон не космический но если вы будете аккуратно рассчитывать траекторию и расстояние до впереди идущего автомобиля я имею виду по встречной полосе то на трассе вы будете себя чувствовать довольно спокойно попробую резюмировать все вышесказанное новая оптима не изменившись внешне как-то глобально осталось очень таким ярким эффектным автомобилем корейский дизайн сейчас я считаю на подъеме безусловно и по ходовым своим характеристикам она действительно приближается к лучшим образцам или главным конкурентом в бизнес сегменте и комфортно и собранная подвеска и в общем-то в целом ощущение от управления автомобилем примерно что-то в сторону тойота camry это достижение безусловно для оптимы я не думаю что она начнет вдруг очень мощно продаваться но еще и ситуация на рынке сильно конечно влияет но тем не менее мы знаем как корейцы могут захватывать сегменты рынков и я думаю что они будут это делать и вот такого класса автомобиля бизнес-класса автомобиля корейские безусловно будут набирать популярность и если они продолжат развиваться прогрессировать вот таком же темпе на этом я прощаюсь с вами смотрите мои тест-драйвы лайф-обзоры автоплоги на сайте Михельсон ТВ на канале в ютюбе подписывайтесь в последнее время выходит реально много свежего видео стараюсь снимать практически все новинки автопрома я думаю вам будет если вы любите автомобили это не безинтересно вы подписчики получают информацию свежих видео в первую очередь также вам буду благодарен за всяческие лайки и плюсики которые это видео продвигают но оставьте их только тогда когда программа вам действительно понравились или были полезны и традиционно желаю вам удачи на дорогах счастливо